Добрый вечер. В эфире телеканала Репортеров 73. Программа «Разберемся». По инициативе Владимира Путина с 2019 года в стране работает национальный проект здравоохранения. Несколько раз в год в нашем регионе проводятся профильные недели по каждому из нацпроектов. И о достигнутых показателях конкретно здравоохранения, результатах в цифрах и фактах поговорим вместе с гостями в нашей студии. Сегодня с нами Давид Олегович Саутиев, врач-эндовоскулярный хирург Ульяновской областной клинической больницы. И Ольга Михайловна Свирид, главный врач Ульяновской городской больницы номер 3. Еще раз здравствуйте, уважаемые гости. Ольга Михайловна, давайте начнем с вас. С 2022 года у вас в учреждении работает Центр облаторной онкологической помощи. Какую помощь получают там больные? Откуда они могут обратиться? И сколько человек прошло через Центр? Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте, Евгений. Да, действительно, с ноября 2022 года на базе 3-й городской больницы был открыт Центр онкологической и амбулаторной медицинской помощи, который оказывает помощь населению в части онкологических заболеваний. За временной интервал с момента открытия Центра онкологической и амбулаторной помощи помощь получили порядка 2000 человек. Значит, откуда мы их берем, спросите вы? Ну, на самом деле, на уровне диспансеризации выявляемость онкологических заболеваний достаточно высокая. И что печально, что за момент, ну, скажем так, провальной диспансеризации на время ковид мы сейчас диагностируем достаточно на поздних сроках онкологические заболевания, что грустно. Поэтому мы всеми силами через все ресурсы возможные все-таки приглашаем людей на диспансеризацию и заставляем фактически посредством телемедицинского центра об этом поговорим позднее все-таки приходить и обследоваться, емко обследоваться. И здесь, собственно, Центр онкологической и амбулаторной помощи, основная его цель – это доступность. Это доступность категории пациентов, которые страдают онкологическими заболеваниями, на этапе их диагностики и в том числе на этапе их лечения. – Вот у меня лично складывается впечатление, что у нас сейчас в стране и, наверное, в мире некая онкологическая пандемия идет, все больше и больше онкологии выявляется, все больше и больше разновидностей. Почему так происходит? Стала лучше диагностика? Мы больше стали понимать вообще природные заболевания? Или все больше и больше людей просто подвержены тому, что клетки перерождаются? – Ну, первое основное, я уже сказала, все-таки у нас огромный провальный пласт в пандемию, когда пациенты не имели возможности дойти до поликлиник и диагностироваться в полной мере. То есть, скажем, на зачатках онкологической катастрофы, скажем так. Это первое основное. Второе – это то, что, да, действительно, вы правы, посредством национальных проектов модернизации первичного звена мы стали более лучше визуализировать патологические состояния, насколько мне известно, и в онкологическом деспансере получено новейшее оборудование для лучшей диагностики онкологических процессов. – Спасибо огромное. Давайте к Давиду Олеговичу перейдем, поговорим о полетах медицинских, про санавиацию, которая работает в нашем регионе, если не ошибаюсь, второй год подряд. И новый вертолет не так давно был получен нашими медиками. Вот насколько такая система помогает в спасении жизни пациентов, и насколько эта система вообще эффективна, потому что, по моим данным, чуть больше 60 вылетов за два года совершено, это не очень большая цифра, на самом деле. А как считаете вы? – Цифра действительно небольшая, но, безусловно, сама по себе задумка очень хорошая. Потому что суть санавиации какая? Это скорая доставка пациентов из отдаленных районов нашего региона, из труднодоступных мест, когда каждая минута имеет значение. К примеру, при ишемическом инсульте каждый минут погибает более миллиона клеток головного мозга. Каждый час более 120 миллионов. Такая же ситуация связана с гибелью кардиомиоцитов при инфаркте миокарда. Поэтому чем скорее пациент будет доставлен силами и средствами санавиации специализированного медицинского учреждения, в структуре которого имеется рентгеноперационная, и чем скорее будет выполнена ревоскулизация сосуда, инфаркт связан или инсульт связан, тем выше будет шанс пациента на выживание, а также отдаленные результаты, прогноз у таких пациентов значительно лучше. Поэтому цифра 60, она действительно маленькая, но мы начали работать в этом направлении. Я думаю, нужно просто совершенствоваться в этом направлении. А сколько у нас бригад работает на санавиации медикам? Я думаю, одна бригада. А смотрите, если вдруг, не дай бог, конечно, случится так, что понадобится 5-6 пациентов в один день перевести, они и справятся? Ну, санавиация включает в себя не только вертолеты, но есть еще и автомобили. Я думаю, просто будет расставлен приоритет. Отдаленный район, тяжелый пациент, вертолет туда полетел. Есть возможность на машине добраться параллельно, если идет вызов, значит, поедут на машине. Ну и, насколько мне известно, вертолеты летают не только по нашим регионам, мы можем, если что, вывезти пациентов в специализированные центры в другом регионе, если вдруг будут показания. И точно так же к нам прилетает санавиация других областей и республик. Да, все правильно. Тогда последний вопрос на тему санавиации. Сколько, на ваш взгляд, потребно вертолетов для нашего региона, чтобы максимально эффективно действовать? Ну, если касаемо болезни системы кровообращения, инфарктов, инсультов этой когорты пациентов, и брать за расчет отдаленные районы, да, такие, как Южный Куст, то по статистике к нам в региональный сосудистый центр оттуда привозят в год, ну, порядка 100-150 пациентов. Это по сердцу. По ишемическому инсульту, ну, порядка 30. Ну, то есть минимум, наверное, должен быть вот такой вот объем вылета. Спасибо огромное за ответ. Кольки Михайловне, возвращаемся. Вот смотрите, санавиация – это про скорость, про скорость медицинской помощи. Причем качественной, да? Что делается в вашем лечебном заведении для того, чтобы помощь была максимально качественной и быстрой? Я имею в виду, наверное, переснащение, новое оборудование, какое-то более современное, которое показывает лучшие результаты за меньший промежуток времени. Да, действительно, по национальному проекту «Модернизация первичного звена», мы получили новое оборудование, 6 единиц нового оборудования в третью городскую больницу, что, конечно, улучшает доступность и качество оказания медицинской помощи населению, прикрепленному населению железнодорожного района. Это и новый аппарат УЗИ, который, конечно, лучше визуализирует, чем прежние, и картинка лучше, и прочее. И это же, я могу сказать, о новом флюорографе. Здесь также мы можем видеть патологии на более ранних сроках, но это как картины смотреть, понимаете? Можно видеть изображения в более качественном варианте, а можно в низкопробном или аналоговом, и прочее. И хочется отметить, что они уже цифровые, и они уже нового поколения. Также мы получили холтеры, это для мониторирования суточного артериального давления. Ну, собственно, эндоскопические стойки. Ну, здесь мы разбогатели, конечно, на медицинское оборудование, что очень улучшает именно доступность медицинской помощи. При этом есть такое мнение, что чем сложнее медицинское оборудование, оно, конечно, лучше, и картинка чётче, ярче, и максимально подробнее, но при этом оно сложнее в изучении. Вот сколько медицинскому персоналу требуется времени для того, чтобы научиться работать на новых аппаратах? Где они проходят это обучение? На самом деле, когда приобретается новое оборудование, обучается персонал. И я так полагаю, я позволю себе предположить и даже заявить о том, что на самом деле специалисты гораздо раньше узнают о новинках. И они заинтересованы в модернизации, они заинтересованы в получении и в дооснащении, и в новых возможностях для работы. Потому что, ну, я думаю, это не секрет, каждый специалист в своей области, он своего рода фанатик. Поэтому, конечно, и врачи УЗИ, и функциональные диагносты, у них есть свои некие мечты, на каком оборудовании они хотели бы работать. Ну, до каких-то высоких, может быть, мы не говорим о каких-то там визуализациях, такие интероперационные томографии или прочие вещи, но полученное оборудование очень успешно работает. Спасибо. Давид Олегович, у вас есть новое медицинское оборудование, о котором говорит Ольга Михайловна, или вам требуются некоторые другие образцы, и они у вас тоже есть, или нет? Вот сколько для того, чтобы лечить сердце, сколько потребно оборудования, какого плана? Вот в рамках национального проекта здравоохранения, а именно проекта по борьбе сердечно-сосудистыми заболеваниями, нам был закуплен, и в апреле 2021 года ведем в эксплуатацию современный ангиографический комплекс «Филипп Сазурево», который по сравнению со своим предшественником обладает рядом технических преимуществ, имеет больше пропускную способность, и он более экологичен. Для нас основное – это ангиографическая установка. Ну, и вот одной установки полностью хватает для того, чтобы выкручить потребности. Ну, это иностранное производство, насколько мне известно. Что думает медицинское сообщество внутри себя, медицинское сообщество нашего региона о проблемах санкций, которые сейчас наложены на нашу страну, мы вытянем в случае чего? Вот мы говорим «продовольственная безопасность». С зерном нет вопросов, мы видим, миллион тонн уже намолотили, намолотим еще, здесь вопрос закрыт. А что делать с медициной, где почти все оборудование сейчас, к сожалению, иностранного производства? На каком-то этапе, когда началось СВО, многие производители, которые были на российском рынке, утверждали то, что мы вас не оставим, мы будем с вами, мы можем поставлять. И благо мы своевременно успели провести вот эти закупки и обновиться. Как обстоят дела сейчас, мне сложно сказать. Но на самом деле есть альтернативы, в том числе отечественные. Так же, как вот у вас флюорограф, они же есть разные у производителей. Я знаю, в том числе и отечественные производители могут их производить, и друзья наши белорусы. То же самое и ангиографического комплекса. Однако, какие они будут по своей оснащенности, ну, этот вопрос нужно изучать. Спасибо за это. И только, Михайловна, снова с вами. Можно купить самое новейшее оборудование, можно персоналу научить на нем работать, можно закупить там 100 вертолетов, условно говоря. Но при этом вопрос, где взять людей, грамотных, квалифицированных специалистов, остается открытым. И, по-моему, это одна из самых важных задач у нас, проекта здравоохранения, по крайней мере, для нашего региона. Вот что конкретно вы предпринимаете для того, чтобы у вас работали люди с не купленными, а настоящими дипломами, чтобы они понимали, что они делают, чтобы они хотели приходить на работу, а не просто ходить туда как на каторгу, потому что больше некуда. Какие условия создаете, каким образом? Ну, здесь хочется огромное спасибо сказать региональному министерству здравоохранения в честь взаимодействия с Ульяновским государственным медицинским университетом, институтом, факультетом лечебного дела. Здесь уже была проведена огромная работа относительно кадровой составляющей. Это на протяжении не одного года целевые наборы студентов, медиков. Это выпускники школ также пишут заявления и прикрепляются к учреждению в зависимости от того, какие у них мечты, куда они хотят идти работать. И для реализации мечт, и в то же время для повышения кадровой составляющей регионального, скажем, врачебного сообщества, именно Министерством здравоохранения Ульяновской области, министром предпринят ряд мер. И я должна сказать, что они работают, потому что, я могу говорить, за третью городскую больницу за год мы разбогатели на 24 специалиста, из них 14 специалистов молодых. Также я про телемедицинский центр расскажу позднее. Мы работаем в программе также на время летних каникул, принимаем школьников через Центр занятости Ульяновской области. Ну и, собственно, телемедицинский центр. Сейчас стало страшно, куда вы принимаете школьников? Принимаем школьников. Телемедицинский центр, они работают операторами. Они погружаются в эту сферу, и если у людей есть желание быть медиками, ну, я думаю, что здесь они могут уже начать пробовать. Ну, чуть попозже, да, поподробнее. Хорошо, с вашими кадрами... А, нет, еще непонятно. А сколько не хватает людей? Ну, у нас 86% у комплекта молодости кадров по третьей городской больнице. Вы очень гордые говорите. Я не скажу, что это... Видимо, у других хуже. Я не могу говорить вам за других, я могу сказать вам именно за третью городскую больницу не рискну. Да, конечно, узких специалистов не хватает, это не секрет. Эндоскопия, эндоскопия. Поэтому здесь, конечно, мы привлекаем кадры. Очень много, я считаю, зависит от руководителя, потому что атмосфера в учреждениях должна быть комфортной. Здесь, ну, как-то справляемся. Спасибо. Давид Олегович, что у вас с кадрами? Что можно сказать? Ну, если говорить за наше отделение, то мы укомплектованы. Мы готовы выполнять те объемы, которые нам выделяют выше, и можем делать даже больше. Единственное, мы не можем работать самостоятельно. Нам всегда нужны в бригаде это анестезиологи. Вот с анестезиологами в областной больнице есть определенные трудности. Я думаю, как и во всех больницах. Потому что они уехали в Москву? Потому что их дефицит. За длинным рублем? Редкий вид. Понятно. Есть еще такое мнение, что молодой специалист в медицине не есть хороший специалист. Вот как-то так в России сложилось, видимо, с годов 90-х, что вот старый врач, он опытный, он точно знает, как лечить, а молодой, к нему страшно идти, мало ли он что-нибудь не то отрежет, не дай бог. Как можете парировать это утверждение? Вы знаете, спустя 10 лет после начала деятельности в медицине, я подхожу к пациентке, она уже лежит на операционном столе, она на меня смотрит и говорит, мальчик, а тебе сколько лет? То есть вот ее смутил этот вид. Наверное, да, действительно, вы правы. И возраст имеет значение с точки зрения того, что и пациенты могут пугаться этого. Но на самом деле не нужно смотреть на возраст. Молодых, как говорится, больше огня в глазах, они делают какие-то вещи, на которые уже взрослые люди, состоявшиеся хирурги, иногда не идут. Спасибо вам за ответ. И, Кольгия Михайловна, снова. Давайте теперь про телемедицинский центр. И поподробнее, если можно, он с 20-го года уже работает, а его создавали, если не ошибаюсь, в помощь врачам во время пандемии. Пандемия закончилась, а центр не закончился. Значит, опыт был признан успешным. В каких секторах, что называется? И, может быть, вы расширили спектр оказываемых этим центром услуг с того времени? Да, с момента образования телемедицинского центра, телемедицинский центр, ну, я опять же буду говорить за свой временный интервал, мы его реформировали, мы перевели. Он раньше работал только на исходящем трафике, то есть все помнят ковид, когда был обзвон населения с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией. Звонили, узнавали, как состояние. Это был своего рода мониторинг. Позднее мы модернизировали его, преобразовали на входящий трафик. То есть мы набрали докторов в телемедицинский центр, и люди стали дозваниваться. Через 122, сейчас на добавочный номер 3, рубрика 3, скажем так, тонного набора, население может позвонить в телемедицинский центр и получить телемедицинскую консультацию. Мало того, получить на уровне диагностики, скажем, специалистами телемедицинского центра, мы имеем возможность оценить обстановку. То есть пациенты жалуются не только сейчас на температуру, кашель, одышку, низкую сатурацию и все признаки, скажем, новой коронавирусной инфекции. А эти же признаки – это ОРЗ, ОРВИ и другие, собственно, заболевания. Сейчас спектр обращения уже расширился. Это и сахар упал, это и, расскажите у меня, вот лабораторные исследования, а что это означает. Это детское население. Мы подключили учреждения педиатрического профиля, также получают телемедицинскую, скажем, помощь. И здесь самое главное и основное – мы внедрили приложение телемедицины Ульяновской области, которое портируется на все виды телефонных устройств. Это и андроид, и иного производства. И, собственно, пациенты могут записаться на телемедицинскую консультацию в виде видеочата, аудиочата, ну и, собственно, просто чат. Ну, давайте видеочат разберем. Вот, допустим, я звоню. Ну, не знаю, с чем я могу позвонить? Не знаю, что у вас болит. Ну, не знаю, нога болит. Я вот звоню в видеочат. Мне что доктор скажет? Покажите ногу в камеру. Ну, он может показать и так, потому что здесь, на самом деле, сарказм ваш понятен. Но иногда нога болит из-за трубы, в конце концов. Это может быть какая-то серьезная ситуация. Это может быть просто банальный ушиб. И здесь, собственно, является основным и главным не пропустить что-то более серьезное, чем нам может показаться. И здесь, соответственно, доктора и специалисты телемедицинского центра могут правильно скоординировать. Либо даже когда мы понимаем, что ситуация сложная, а пациент не совсем правильно критичен к своему состоянию, мы можем вызывать скорую сами. И отслеживать этого пациента, куда он попал, как он попал, с чем он попал, и правы ли мы были в нашей ситуации. Я понял. Я просто почему саркастично так откомментировал, потому что у многих людей, на самом деле, есть такое представление, что вот эти центры сделали, потому что врачей-то не хватает. И вот они там что-то смотрят по экрану. Евгений, на самом деле, может быть, так население-то и думало до определенного момента. Но вы сами знаете, что было в ковид, какой ажиотаж был все-таки в приемных отделениях стационаров. И сейчас молодое поколение, оцифрованное поколение, конечно, лучше скоординируется посредством звонка и спросит какие-то вопросы на уровне лечения. Эпизодически бывает, что когда звонят пациенты и говорят, что вот мне назначены, допустим, антибиотики, либо какое-то иное лечение, либо гипотензивная терапия, у меня сильно упало давление. То есть помогите, пожалуйста, скорректировать дозу. То есть иногда бывают и такие звонки. И на самом деле их большое количество и разнообразных совершенно. И по деткам мамочки начинают прикорм, тоже вздутие, животики, колики. А молодым мамам тоже неизвестно куда обратиться. Поэтому здесь телемедицинский центр в помощь. Последний момент. А дети-то, школьники там что конкретно делают? Мы их сажаем на обзвон, приглашение на диспансеризацию. Я продолжу брать телемедицинский... Конечно. У нас есть в телемедицинском центре штат, скажем, медицинского назначения и немедицинского назначения. Для ребят немедицинского назначения, для коллег подготовлены заранее чек-листы по обзвону групп населения. Мы обзвониваем по кустам. Это и за Волжский район, и за Свияжский, и железнодорожный. Сейчас начинаем обрабатывать Новоульяновск. И здесь на самом деле очень хорошие результаты. Именно по записи к врачу и по доходимости на диспансеризацию. Потому что мало того человека осведомить. Мы все знаем про диспансеризацию. Что вроде как и надо прийти и пройти ее и прочее. Но лень же. Все на потом, на потом. А когда, собственно, звонят специалисты, которые имеют возможность записать, имеют доступ к расписанию учреждений, я думаю, что это прекрасно. И основной еще момент из нового, скажем так, это на уровне диспансеризации уже у пациентов, которые ее прошли, мы формируем не просто группу критичную уже с диагнозами, там, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, которую мы тоже обрабатываем посредством телемедицинского центра. А из категории пациентов, которые уже прошли диспансеризацию, мы формируем группу риска. Группу риска, еще не имеющих заболеваний этой же категории, например, у пациента повышенный холестерин. Мы их записываем к специалистам и просим обследоваться более углубленно, потому что лучше предупреждать. Регистратура наоборот. Не ты приходишь в медицинское учреждение и записываешься ко всем подряд, а тебя ко всем подряд записывают. Практически, да. Спасибо большое, Дарья Ильич. Давайте с вами продолжим. Вот такой центр может помочь пациентам вашего профиля или в чём-то. Я уверен, что может. Ведь то, что рассказываете вы, это как раз-таки является и первичной, и вторичной профилактикой. Правильно я говорю? Конечно. Это предупредительная медицина. Да, всё правильно. Поэтому вот исходя из статистики операций, которые мы проводим, наверное, процентов 70 – это экстренные больные, которые в своё время не прошли именно вот эту диспансеризацию, которую до последнего откладывали, терпели и так далее. В итоге начинается клиника, начинается боль или другие проявления, да, инфаркты, инсульты. Они терпят до последнего, вызывают скорую и привозят к нам. И на самом деле прогноз у таких пациентов хуже. Ежели мы видим и принимаем планового пациента, который обратился в поликлинику, да, или в Центр профилактики и здоровья, плановый пришёл к нам на оперативное лечение и был своевременно прооперирован, где ему было устранено сужение там или в артерии головного мозга, или же в артериях сердца. Поэтому это то направление, которое нужно сейчас развивать. Именно первичная и вторичная профилактика. Слушайте, а почему так часто вообще в последнее время болеет сердце? Я имею в виду вот массово. По-моему, это одна из основных причин смертей, да, если не ошибаюсь, в регионе. В связи с чем это связано? Вот вы начали сегодняшний репортаж со слов того, что онкологические заболевания – это как эпидемия. На самом деле эпидемия, ну, на первом месте смертность, да, это болезнь сердечно-сосудистых заболеваний, на втором месте это от болезней онко, да, от злокачественного образования. Действительно, это вот прям пандемия нашей времени. И сердечно-сосудистые заболевания, и онкозаболевания. С чем связано? Ну, наверное, это все же образ жизни, да, это стрессовая ситуация и так далее. И люди, находясь в этом постоянном стрессе, игнорируя, да, диспансеризацию, доводят себя до такого, что вот случаются такие вот острые состояния, проявляющиеся в конечном счете или инфарктом, или инсультом. А как избежать сердечно-сосудистых катастроф? Ну, не веселиться же просто с утра до вечера, чтобы не быть в стрессе. Наверное, какой-то есть комплекс мер, которые человек должен будет принимать? Комплекс мер действительно есть, и он реализуется. И, на мой взгляд, нужно просто доводить до совершенства те принципы, которые были заложены и, ну, вот, в первичной и вторичной профилактике, да. Вот, к примеру, что я помню из своего детства? Это постоянная реклама табачной алкогольной продукции. Почему бы сейчас в рамках первичной профилактики не создавать какие-то видеоролики информационные, да, о приверженности к здоровому образу жизни, да, о правильности питания, или же о первых признаках инфаркта, инсульта, о том, что делать при их появлении, да, чтобы у людей складывалось понимание, да, и осознание о том, насколько серьезны вот этого заболевания, где, как я уже говорил в начале, любое промедление, оно чревато неблагоприятными последствиями, да, вплоть до летального исхода. Поэтому населению нужно активно пропагандировать и преподносить все опасности вот этого вот, вот этих вот сердечно-сосудистых заболеваний и максимально население настраивать на здоровый образ жизни. Как понять, что у человека инфаркт или инсульт? Максимально просто для зрителей? Максимально просто существует, если мы говорим об инсульте, обычные три теста. Первое, просим человека улыбнуться, да, человек улыбается, у него с одной стороны, когда происходит паралич, нарушается мимика, мы видим перекосившуюся улыбку. Просим пациента поднять руки, да, если имеется паразит, паралич, одна рука будет отставать от другой. Второй признак. И третий признак – это речь. Она или речь ухудшается, или наступает афазия. Если мы видим вот эти вот основные проявления, один из трех, афазия – это что такое? Нарушение речи. То есть человек не может что-то вообще сказать. Он может все понимать, но сказать ничего не может. Если мы видим вот такие проявления, то сразу звонок в скорую помощь. Все. Отлично. Момент. Когда мы должны такой тест провести? Я же не могу каждые пять минут ходить со своими друзьями и говорить – улыбнись. То есть нужно же что-то увидеть сначала. А что мы должны увидеть? Человек почувствует себя плохо. Может быть, головная боль. Или, как я сказал, потерять речь. Не нужно просить улыбнуться. Это будет заметно по нему. На фоне высокого давления – головная боль, нарушение движения конечностей, нарушение мимики, нарушение речи. Все это наталкивает на то, что с человеком что-то не так. Нужно вызвать скорую помощь. Если же мы говорим о сердце, то такую боль, вот я со сколькими пациентами разговаривал, такую боль сложно перепутать с чем-то. Это острая, иногда пронзающая, жгучая боль в области сердца. Часто отдает в левую руку, в левую лопатку, в нижнюю челюсть. И она, главное, не проходит через 10-20 минут. Вот не проходит – все, вызывайте скорую помощь. Нет ничего в этом страшного и сложного. Скорая помощь приедет, снимет электрокардиограмму, где все будет понятно. Или вы симулянт, и это стресс или невралгия, либо же действительно это информация карты, и вас нужно срочно везти в больницу. Ждать 10-20 минут или лучше не ждать, а почувствовав эту боль, сразу обращаться? Люди всегда ждут. Даже если у вас или у меня что-то заболеет, я не буду звонить сразу. Я постараюсь принять обезболивающие. Вот когда они не помогут мне, тогда действительно я задумаюсь, чтобы обратиться за медицинской помощью. Хорошо. Давайте запомним вот эти простые правила и будем вам следовать, если вдруг, не дай бог, случится необходимость. Ольга Михайловна, давайте еще об одном наболевшем поговорим. О вакцинации, о прививках. Помните, да, какая вакханалия случилась в 2020 году, когда вдруг оказалось, что нужно всем привиться. Народ разделился на два лагеря – прививочников и антипрививочников. Сейчас мы продолжаем наблюдать последствия вот этого, на мой взгляд, совершенно неправильного подхода к вот этой политике с вакцинацией в 90-е годы, в начале 2000-х, когда люди от коклюши не хотят прививаться, от каких-то болезней, которые только в учебниках 60-х годов описаны, они все вылезают назад. Что с этим можно делать? Ну, я категорично отношусь к антипрививочникам, скажем так. Ну, понимаете, врачей же не просто так долго учат. Есть календарь прививок, это придунуло до нас, скажем так, и мне кажется, что вот из-за таких антипрививочников мы сейчас можем наблюдать корь и прочие заболевания, которые, собственно, давно спали и как-то себя никак не реализовывали. Если доктора считают необходимым порекомендовать вам прививаться, значит, нужно прививаться. И здесь, мне кажется, это обсуждению не подлежит. Поэтому я здесь очень радикально отношусь к антипрививочникам, как вы их называете, очень радикально, крайне. К большому сожалению, доктора могут только рекомендовать или советовать, они не могут заставить человека что-то делать или не делать. И поэтому, наверное, это, возможно, тема для другой программы. Но в нас проект здравоохранения усилиями медицинского сообщества всей России, подачи кого-то из нас, из вас. Мы можем как-то предложить? Давайте ведем обязательно это, как это было раньше. Я думаю, что это было бы крайне неплохо. Изначально нужно начинать с себя. Я думаю, что мы все помним, опять же, этот ковид, когда доктора были на износ, и когда были перегрузы с коечным фондом и прочее. Здесь, мне кажется, вообще население уже это пережив, как-то более спокойно стало относиться к прививкам. И хотелось бы, чтобы еще дисциплинированным, дисциплинированней в этом направлении двигались пациенты все-таки. Ну, давайте совместно попробуем с этим поработать. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напомню, уважаемым телезрителям, что мы говорили о нацпроекте здравоохранения, который реализуется в Ульяновской области. Ну, не обо всем, конечно, нацпроекте, а о некоторых его частях. И посмотрели, что у нас с медициной в регионе происходит. Да, где-то улучшается, где-то пока что на прежнем уровне, где-то совсем еще тьма, но работаем, работаем и будем работать. Спасибо большое за то, что были сегодня с нами. А вам, дорогие зрители, спасибо за внимание. Всего доброго. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова